Что, как, доехали до нас? Что-нибудь снимали сегодня? Сегодня нет, сегодня выходной. У блогеров тоже выходные есть. Конечно, иногда надо. Ну, многие же думают, что блогерская работа, она легкая, они ничего не делают, на камеру кривляются. Да-да-да. Все легко и просто, ага. Тут пока вот студию сейчас запустили, полчаса ушло, там камера настроить свет и так далее. Все верно, все верно. Согласен. Это очень непростая работа. Блогерство, да. А как вообще вы поняли, как вы вообще пришли к этому? Как вы поняли, что вы хотите именно снимать блоги, снимать вот какие-то челленджи? Как вообще мысль такая посетила, что почему мне не зайти на YouTube? Я раньше не мог представить, что буду работать на камеру. Этого все боялся, стеснялся, смущал, думаю, камеру я. Где-то камера снимает, я вот так прятался. А все началось с того, что я вел тренировки, в Instagram какие-то снимали моменты. Мне звонят старые ученики, которые уже разъехались где-то. А мы вот упражнения то забыли, а вот то, а это, а вот где посмотреть, а вот как это делать. Я думаю, блин, надо что-то где-то записать, наверное. И решил запустить YouTube-канал, где мы прям тренировку снимали и какие-то куски выкладывали. И они смотрели, и по ним вспоминали, занимались. Вот так и пошло. А потом я, когда уже процесс пошел, мы что-то и познакомились, да? Да, и когда я начал себя со стороны смотреть, увидел много недостатков. Там не так, здесь не так сказал, не так выразил. И я думаю, ё-о-о, надо, оказывается, что-то менять. Ты когда себя со стороны смотришь, ты понимаешь, блин, вот. И идет работа над собой. Ты смотришь, сняли. Здесь не так, здесь не так. Где-то комментарии написали. Ну, действительно, правдоподобно. Да, здесь косяк. Ну, мы же не идеальные все. Начинаешь справлять эти косяки, и тем самым начинаешь меняться, расти как личность вообще по-другому, видеть ситуацию, мозги развивать. Это очень полезно. Прям очень полезно вот работать на камеру, себя со стороны смотреть. Это получается такое некое, когда со стороны на себя, типа, смотришь, это какое некое лечение. Типа сначала, типа, диагностика, ты себя смотришь со стороны, ты видишь свои косяки реальные, и ты начинаешь над ними работать. Потому что если бы вы не начали бы себя снимать, вы бы никогда бы их не заметили бы. Да и похеру там, да и все. А тут вы увидели их, вы начали снимать, это такое, как и некий рост, да, все равно. Конкретный рост. Рост присутствует, согласен. Меня многие просто тоже спрашивают, а вот как, типа, я боюсь камеры, как снимать, как не снимать. Надо просто начинать снимать и просто постоянно работать над это систематично. И тогда ты все равно вырастешь. Хочешь, не хочешь, ты все равно вырастешь. Потому что многие, я заметил, большинство новичков, они смотрят на блогеров, миллионников именно сейчас. И они уже видят их результат, их успех. Они не видят их, как они, типа, начинали, если пролистнуть любой канал до самого низа, они увидят, как они начинали. Если бы эти ролики попадались им сейчас в рекомендации, их первые ролики, никогда бы на них не подписались. Они пришли уже к этому, и все сравнивают себя всегда с ними, что, да вот как, он же так говорит, он так классно. Так он, блин, сколько уже снимает, сколько он к этому шел. Он пришел к этому, ты увидел его результат, ты не увидел его путь, его рост. Ну да. Ты просто увидел его. Поэтому это надо просто снимать часто. Я согласен, что здесь есть рост. А вообще у вас тренировки, да, нацелены на похудение, на саморазвитие, на осознание себя, своего мира. То есть вкратце сказать, как стать собой. Как стать собой. То есть это история про то, что это больше физическое или это моральное. Это все. Все. Человек как личность, потому что человек рождается. В брекетах тяжело говорить, поэтому извиняйте. Шепелявлю. Человек родился, ему устанавливают программы. Кто нельзя, это нельзя, арабские программы в основном. Школа, общество. В школе кто учат? Бедные учителя. Учат бедности по сути, да? Да. Будем вещи называть своими именами. Вот эти программы установили, сказали, ты будешь тем, ты будешь этим, ты будешь вот так делать, будешь космонавтом, будешь этим. И забывают, что человек это отдельная личность, и в нем что-то заложено. И вот это надо раскрывать. И 99% людей живут не своей жизнью. Поэтому они несчастные, депрессия, что-то как-то не то. Это же, наверное, не только еще школа, это еще и родители, которые тоже жили все времена, когда вот ничего не было, ничего, все в дефиците, это нельзя, это не трогай. Для них это нормально. Но можно из этой системы выйти. Самое главное, что можно выйти, можно осознать это, принять, не отвергать, что, ну, многие же как, да нет, да все нормально, да что, да куда. А по сути они в этой системе живут, он тут же поворачивается и там идет и ту же ошибку делает, которую делал всю жизнь. И не понимает, что он просто по системе этой живет, которую ему вдолбили, что это не делай, это нельзя. Это физические упражнения, это питание, да, это, я так думаю, что это полностью в комплексе вообще все делается. Ну, конечно, в комплексе все работает. Машину, если идеально собери, один датчик не поставь, она не поедет. Да. Поэтому все в совокупе. И получается, сейчас у вас открыт какой-то набор курса, вы как-то проводите его, или это просто... Ну, групповые я уже не веду, потому что я тренирую с 94-го года, на сегодняшний день это уже 29 лет тренерская у меня, стаж тренерский, 17 лет из них я изучал тибетскую медицину, ну, много что изучал. Вот, и на сегодняшний день я веду только индивидуальный, и только ввиду людей, которые реально платят, которые это ценят. Халявы больше нет, потому что я раньше на халяву, все-все бесплатно, и происходит выгорание. То есть ты выгораешь, ты выдаешь, а обратки нет. И ты потом как-то, опа, должна быть обратка. И человек, если платит, он ценит, он понимает, да, все, я заплатил, я буду что-то делать, я это ценю. Есть такое, что когда получаешь что-то бесплатное, оно не так ценится все равно. Да, конечно. Ты за это платишь, это нормальная практика, в принципе, ничего в этом плохого нет, потому что многие говорят, да то, да то не стоит того, то не стоит того, оно стоит, ты хотя бы, когда заплатил, ты проходишь его до конца, потому что тебе жалко свои деньги, которые ты отдал, и ты все равно, ты получаешь какой-то результат. А когда ты бесплатно его получил, вот как мы, раздаем советы бесплатно, если бы они были бесплатные, все были бы счастливы, если бы слушали советы, грубо говоря, старших. Но никто не слушал. Самое главное, когда берешь человека, довести его до результата, не просто там поговорили. Есть, да, уже какие-то кейсы, пройденные у ребят, которые прям с каким-то результатом, прям можно сказать, что вот они по сей день, они прекрасно себя чувствуют. Как вот давно, последний раз проходили ваши вопросы? Вот неделю назад. Неделю назад. Вы отслеживаете дальше цикл, как у них там жизнь идет дальше? Да, да, да. Там вообще там такое происходит. Там сейчас все вообще меняется? Вообще меняется. То есть мы живем на определенной частоте, мыслим на определенной частоте. Да. И когда мы занимаемся, мы выходим на другую частоту. И когда мы выходим мозгами на другую частоту, какие-то новые идеи, другие люди подтягиваются, все как-то начинает складываться, фартит. Вот недавно этот, там вчера мне позвонил, говорит, такую должность предложили. Здесь поперло, здесь поперло, все поперло. У другого в комок с горла ушел, вот здесь комок, говорит, вот сидел, вот все вот это накипело, работа вот эта вот, все же на работе, где офисы там давят друг друга. Все вот так вот ушло, такая легкость, пофигизм, все как-то легко пошло. Они сейчас прям, вот я смотрю на них, они прям реально ожили и прям поперли. Вот на это приятно смотреть, конечно, пригольно. Надолго хватает вот этого состояния, которое они получают? Они ощутили, что это? Да. И они уже все, с этого тяжело уйти. Ты когда ощутишь этот кайф, когда тебе на душе приятно, классно, ты уже вниз потом в это болото не хочешь идти. Ну, опять-таки, тут же еще такой фактор влияет, что окружение их еще может подтянуть незаметно, вербально туда же вниз. Вот именно это мы и изучаем. Как это происходит, почему мы проваливаемся энергетически, как другие люди высасывают энергию, как обменивать. Это все, вот это все и есть курс. Мы все это проходим, как это все работает. Как работает вообще мироздание. Поэтому они уже знают, как это все работает, и они даже понимают, уже начинают чувствовать. А, здесь вот этот высасывает, с этим я не буду общаться. И так далее. Ну, это прям такое, да, получается, жестокий отбор такой, когда ты начинаешь потом выбирать, с кем тебе общаться. Конечно. Ты делаешь какие-то выводы о том или ином человеке, и ты понимаешь, что это, ну... Да, да. Конечно. А как? Ну, какое окружение, такое ты и будешь. Если он разочаруется в каком-то своем близком друге, который был, оказывается, вампир, который... И что? Ну, и до свидания. Ну, что жесткого? Жизнь короткая штука. Как мы ее проживем? Ну, дружбу ценить, как-то дружба. Все равно в старости... Во благо, если... Вот опять, да, у меня просыпается вот этот вот инстинкт, что, ну, надо же пошелеть. Ну, как так? Ну, как так? Неудобно, некомфортно. Что скажут другие люди? Вот эти... И зажался весь. Да. Ну... Да, это прям проработка такая жесткая. Туда входит, да, комплекс про похудение. То есть, да... Похудение — это очищение. Оно в любом случае. В любом случае. Если человек толстый, если мы делаем чистку, он автоматом худеет. И самое главное, что человек, который худеет, вот у меня сколько кто похудел, они потом не набирают. У многих проблема. Они что-то истязают себя на беговых дорожках, там что-то делают, делают, мучаются, мучаются, а потом бах, опять как этот пузырь. Вроде вес ушел, а обмены сейчас можно менять, если вкратце так сказать. Мне напоминает, это знаете, таблетку, вы видели, может, фильм «Область тьмы», когда он пьет таблетку, и просто у него каждое действие, расчет там, математически, он все видит, блин, насквозь. Здесь такое ощущение, что как будто ты вот будешь все, что, к чему не прикасаться, у тебя будут математические такие схемы, такие расчеты, и ты такой, это не я с тем общаться, такой Шерлок Холмс, который... Нет, нет, это вообще все, это на автомате все потом проходит. Это на ощущениях, на чувствах. Ну, есть те, которые уже больше года прошли, больше года назад прошли курс? Есть. Есть, да? Ну, есть этапы. То есть человека сразу подкинуть вверх очень сложно. То есть его смотришь, на каком он уровне, его поднимаешь на ступеньку, потому что если сильно дашь, крыша потечет. Там конкретные изменения в голове. Ну, до какой степени потечет? Ну, кукуху сносит, и вот один человек, ну, не буду имя называть, не важно, он полез сам, хотел сам все сделать, полез в энергетику, полез... Ну, мы как все хотим сами же все. Да, я сам себя подстригу, я лучший парикмахер, я хороший стоматолог, сам все зубы полечу, вот это сам. Вот он полез сам, кукуху так понесло, он начал такие вещи выдворять. То есть мы каждую секунду, каждый день постоянно принимаем какие-то решения. Насколько они правильные, настолько и складывается жизнь. И вот он начал такие решения принимать. Поругался со своим шефом, который давал ему работу, давал ему все. Поругался с женой, все начало рушиться, семья, деньги, ну, все, все вниз пошло. Вот мышление. Полез не туда. Это он слишком, как можно сказать, передоз, да, был, то есть получается? Да, да, он полез не туда, и, ну, то есть мозг, мы воспринимаем вот так, да, нас научили это вот так, вот так, вот так. Но есть другие, как бы, моменты, ты можешь увидеть этот мир вообще по-другому. Ну, надо мозги подготовить, аж плавно. Ну, то есть идет это все поэтапно, да, то есть первый этап, это вы идете на одну ступень, потом спустя какое-то время, да, на следующую. Я подбираю под каждого буквально человека и упражнение, питание, смотрю, что происходит, я ему даю упражнение, смотрю, что происходит. А здесь у него смотрю, давление чуть шкивает его, передостан. Это прям настолько прям индивидуально, что каждому, у каждого, каждого. В идеале, да. В идеале, да. Как вы справляетесь с большой аудиторией, когда у вас... Нет, у меня небольшая аудитория. Я беру два, максимум пять человека на индивидуалку, и мы и вьем. Больше я не смогу. Если в общее там записать, допустим, какой-то курс общий, где человек сам сможет такое, он тоже даст результат. Но если прям надо далеко, потому что вот они поднялись на ступеньку, прошло время, потом они приходят, давайте дальше. Следующая ступенька, следующая, и мозги меняют, меняют, меняют. Один он начал с какой-то работой за 30 тысяч. Потом он здесь получил хорошую должность, потом он попал в Москву и пошел, 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 а там у него раскрывается. А сейчас ему вообще нормально себя чувствуют. Вот развитие мозгов, самое главное. Программу вот эти рабские убрать и по-другому увидеть вещи. Ну, масштаб мышления. Взять Орен Баффет, да, сколько он зарабатывает? Много. Очень много. Но он же такой же человек, просто он что-то знает, как-то мозги у него по-другому работают. И вот есть этапы. Поднимаемся наверх. Да, очень важно заниматься тем, чем, что тебе нравится обязательно. нащупать свое и стать в этом номером один, это да, это 100%. А лезть там, допустим, рыба хочет научиться танцевать, ну, не вариант. Мы же все разные, все уникальные. И каждый человек чувствует в себе вот этот потенциал где-то, он понимает, что должно быть по-другому, но не знает, как это раскрыть себе. И живет это грустно, все в депрессию входит и постепенно все дает, все как-то не нравится уже, жизнь не мила и так далее. А тут идет раскрытие именно как личности, для чего он родился, для чего он тут существует и так далее. Глубокое такое прям проникновение в мозг получается, что... Да. Ну, психолог туда не сможет зайти. Прямо вообще никак. Ну, он может взять некоторые элементы, но там такой бардак. Просто зайти... Ну, психолог, это же больше такие предповерхностные, базовые вопросы какие-то, а тут же как больше... Подсознанием мы входим. Медитационно. Мы входим в подсознание и там начинаем менять вот эти слова. Есть у вас в программе медитация какая-то? Да, есть. Работа с энергиями, вот эти блоки, как снимать. Вот этот сейчас вот рассказывал, да, что комок у него был вот здесь сидел, прям вот это накопилось. И вот на пятый день мы делали там энергетический момент, и у него как-то все вот так сошло. Говорит, мне на все так пофиг стало. Все вот эти вот проблемы какие-то вообще, они вроде есть, но они где-то там. Вот здесь на душе спокойно, такой каф. И все, все пошло. Интересно, интересно. Очень интересно. Со стороны я смотрю, я со стороны смотрю, меня даже это удивляет. Вот какие результаты в итоге получаются. Просто офигеть. Планируете какой-нибудь сейчас еще новый набор? Новый? Я планирую, потому что это, как сказать, индивидуально занимает очень много времени. Да. и это не дешево. Не каждый может себе позволить. Это первое. Поэтому я думаю, что записать какой-то курс, который будет стоить ну адекватных денег, там буквально недорого, тысячу, пять может быть, где собрать вот базовые вещи, над чем надо поработать, чтобы стать лучше, чтобы самостоятельно человек посмотрел, ага, блин, вот здесь, да, действительно, вот так, вот так, применил и начал расти как личность. Будет ли такой эффект от онлайна? Мне кажется, это больше история, наверное, оффлайн, когда с каждым вы ведете контакт, когда у вас, ну, наверное, есть такой, наверное, пакет больше, но в целом, когда группа соберется у вас, да, и будет куча вопросов, это же все равно, блин, вампиры, ученики, это вампиры, которые... Ну, обмен энергии между нами всегда идет. Тут момент какой, насколько человек подходит к этому. Сейчас расскажу одну историю, когда я вел инстаграм, еще вот это все, приехал, мне написал человек, я, говорит, ну, он с Москвы, я, говорит, в Сочи здесь, хотел бы увидеться. Думаю, ну, очередной, там же много пишут, где-нибудь по 100 человек могут написать. И он так как-то настойчиво еще, да, давайте это самое, я хотел бы отблагодарить. Ну, ладно. Короче, мы с ним встретились. У него тетрадка, он дотошный, вот все, что я говорил, в сторисах в этих, он все записывал, он все применял. Он говорит, у меня такие результаты, врачи вахи, просто вахи, которые меня вели, у тебя, говорит, все меняется, ты что-то делаешь? Да, я, говорит, там смотрю, блогера он там рассказывал. Он все записывал, не то, что послушал что-то там, все записывал и применял. Вот насколько, да, человек подходил. Я его знать не знаю, кто, я даже не знаю, кто это, да, человек, ну, смотрит и смотрит, сколько там людей смотрит меня. Он приехал, я говорил, хотел бы это самое. Он мне подарил одиннадцатый айфон. Пошли новый. Вот нахрен этому надо. Он мог бы, да, вот это посмотреть, взять на халяву, как бы вот, ну да. И все. Энергетически. Что не только брать, только возьмешь, все это потом рухнет. Взял, отдал, взял, отдал. Обмен должен быть. Энергия должна течь. Человек, если только берет, это привет. И вот так, и говорит, ну, вот у меня такие результаты, я настолько благодарен, говорит. Ну, вот человек, я вообще его не знаю, и просто смотрел меня, слушал, записывал. Ну, это хорошо, что я решил отблагодарить. Все равно он почувствовал, вот этот как раз, ну, вот это про то историю, что вы говорите, вот он понял просто, он понял, что как это работает. И я уверен, что у него, наверное, еще больше стало, лучше стало. Как это, как прийти к тому, чтобы вот прийти на ваш курс, да, и понять, что я хочу пройти его. Ну, если, как бы, человек с определенными результатами уже что-то пытался делать, и ничего не получилось, ну, наверное, ему надо куда-то идти, к специалисту, и который его выведет, у которого есть опыт. Понятно, сейчас много всяких левых товарищей, которые книжку прочитали, и что-то там вещают. Я вот этот опыт пережил на себе, это все на себе переварил, у самого были проблемы, там, и давление начало скакать 27 лет, скорый, там, не знал, что делать, просто привет был. И начал копать, начал заниматься, то есть на своей шкуре все испытал. Поэтому, да, есть шарлатаны, конечно, к сожалению. А так, кому надо, где приходят. А кому не нужно приходить на курс? Кому это не нужно? Ну, а кто не хочет ничего менять в жизни? Ну, устраивает, воняет, болото, ну, свое, родное уже. Ну, так и пойдет, как есть у Дейхерс. Ну, и чем, мозги лечит, да? А если курс платный, человек не придет. Он же вот эти халявщики все, которые не хотят ничего менять в своей жизни, которые только там негативят. Ну, и что вам этот негатив дают? Ну, как-то вас это мотивирует, или что? Или жизнь вашу делает лучше? Это прям для таких, для активных людей, кто вот хочет чего-то достигать. Кто готов. Кто готов рисковать. А как вообще вот идет какой-то разбор? Вот как вы там прорабатываете, как ставить цель, как к ней идти, раскрывая свои возможности, да? Как вот взять вот быка за рога, как говорится, как к цели прийти? Вот есть, например, у меня такой запрос, я вот хочу прийти к цели какой-то. Как мне к ней прийти? Можно взять на бумажке, написать, что я хочу. Да. Я хочу это, 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 это. Ну, реально прям, очень хочу, прям аж горит. Да. И вот, столбик напротив, что я для этого делаю? Ни-хера, да. Не, ну, подождите, я работаю, работаю, работаю. Вот я работаю, что я для этого делаю? Я много работаю. Что для этого еще нужно делать? Ну, есть, допустим, люди, которые вон во дворе, тоже работают, Мяч гоняют. Или метут. А есть Рональда. Вот в чем разница? Вроде и те играет в футбол, вот тот играет в футбол. Да, и те гоняют мяч. Ну, тот тренировался много. Уровень другой, да? Да. Есть, он снимает на камеру просто, да? А кто-то там, какой-то продакшн конкретный, да, у них клип они снимают за 10 миллионов. А почему так? Связи хорошие. Не факт. Может, они что-то делают уникальное? Может быть. У Рональда что, связи были хорошие? Возможно. Нет, его просто увидели, его талант. Ну, его конкретно, да, но есть случаи, когда по связям, но это уже другое, да, совсем, это уже не то. Надо прям рвать, прям идти и вот становиться лучшим в своем деле и понимать, что не так, и не бояться вот этого, ну, не хейта, или вот, ну, все же обычно, да, у тебя все классно, а именно взять людей, которые скажут, вот здесь говно, вот здесь неправильно, вот здесь вот так, надо изменить, и вот эти вещи прорабатывать. Это все прорабатывается, да, на курсе? Конечно. Ну, хейт, это вообще отдельная история, это вообще тема моя любимая, потому что так жалко читать хейт, их так жалко становится, когда они начинают язвить, жалчих, вот просто вот ты смотришь, как бы, что бы он тебе не написал, что бы он пытался тебя зацепить, подковырнуть. Он же питается этим. Да, вот как бы он не старался, но ты смотришь, так жалко тебя, дружище. Ну, это что, вернется, мир дуален. Это же не в том, что ты даже вернется, пусть даже не надо, чтобы никому ничего плохого возвращалось, просто человек осознанно, когда пишет такой комментарий, это просто... Осознанно? Да. А может, не осознанно? Нет. Может, это человек в гипоксии? Я даже думаю, вот даже если, вот самое страшное, что он осознанно пишет такой комментарий, такого человека очень жалко. Это зомби-робот на автомате. Это нездоровый человек. Ну да. И это просто жесть. Вообще про хейт, как вы относитесь, как вы с ним боретесь с хейтом? Да никак. Я же понимаю, почему человек это пишет. Вот он текст написал, я понимаю уже, сколько он примерно зарабатывает, на каком этапе психологическом... По количеству символов. Как он это все выражает, где он психологически находится, в какой жопе, ну и так далее. В каком болоте он сидит. Просто по двум предложениям можно все понять. все понятно сразу. Столько все. Банально. Поэтому и общество такое. Все стараются друг друга загасить, а если бы сейчас старались друг другу помочь, тогда все бы росли и развивались бы. Да. По сути, тот, кто пишет, или вообще, ну, твой хейтер, он боится, что ты вырастешь и станешь лучше него. Так они же зависти это пишут. Да. Это уже... То есть он, блин, боится, что, блин, он такой классный, он так все снял, надо ему гадость мне написать, потому что на подсознании это происходит то, что он лучше меня, он как так, давай не допустим. Вот у него такой, блин, диалог там внутри, давай ему напишем гадость, давай ему испортим настроение, давай ему то, давай это. Ну, есть хороший хейт. Хороший хейт? Ну, где-то действительно что-то не так там, микрофон слабо включили, ну, бывает там. Нет, ну, это не хейт, это больше не хейт, потому что хейт, я больше к оскорблениям считаю. А, и хейт. Это больше, это больше такие комментарии, которые, ну, вот вы там создали танцпол, да, и на нем танцуют все, кто хочет, кто в комментарии под видео, кто хочет, ругайтесь там между собой, что хотите, делайте, пишите. Говноотвод. Да, ну, не говноотвод, конечно, это грубо. Больше танцпол, то есть они там танцуют, вы там создали танцпол, все, пусть танцуют на этой площадке, и там, что хотят, то и делают. Я хотел бы сказать им, вы что? Что скажете? Короче, если вы хотите выстрелить, вы сможете только выстрелить в том случае, если вы занимаетесь своим любимым делом. Вот все. Только в своей нише человек может выстрелить. И важно найти ее и стать там номером один. Все, других вариантов нет. Иначе это будет нелюбимое дело, работа по залету, как обычно, в основной массе. Это про реализацию себя, да? Да, да. Это вот важные базовые моменты, которые надо понять. Да. Иначе жопа. Вот можете взять все свои дипломы, вспомнить, сколько время на это ушло. Учеба вся эта, школа, институты. Все это берем, дипломы, медали, свои достижения, и смотрим на свою зарплату. И делаем вывод. Все просто. Ну, в 35, в 40, наверное, это тяжело будет осознать. Пока еще молодой, еще, может быть, есть какие-то шансы. Почему? Когда человек прожил всю жизнь так, вот резко взять и поменять себя, насколько это... Зачем резко? Плавно можно? Куда резко? Ну, мне 50, я меняюсь дальше. Почему нет? Я развиваюсь дальше, мне интересно развиваться. Это кайф. Когда ты каждый день становишься лучше. Офигенно. Ты себя внутри чувствуешь. Ты чувствуешь это, да? Ты там лучше, лучше. Какие-то, блин, вообще по кайфу. И это дает энергию. И ты прешь дальше. Вот еще по поводу энергии, да, хотел тоже спросить, где брать энергию, откуда она берется вообще. Потому что утомление большое. А все почему? Ходим на нелюбимую работу, жрем еду непонятно какую. В этой еде, ну, она мертвая еда. Там нет ничего живого, и она не дает энергию. Это просто шлак, который захламляет ваш организм, зашлаковывает. Все. Какая там энергия, нахрен? Это ресурсы, то, что вычерпывается оттуда, с организма, и все. По сути, мы уже все проговорили. Это питание. Да. Да, давайте... Найти свое дело. В итоге самое важное, что это вот питание, упражнения, найти свое, обязательно, это прям база, да? Это прям очень важно. Первое, что очень важно, база, это найти свое предназначение, свою деятельность, стать в ней лучше. Что еще? Питание, упражнения, найти себя. Все. Все. Это вот три, да, основные базовые вещи. Три основные базовые вещи, которые нужны человеку. Да. Жрать, размножаться, доминировать. Все. Лучше всего этого делает, это делает, тот и побеждает. Не, ну так заложена эта система. Ну, вот именно, это все закладывается, это все закладывается годами, 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 а потом это все, блин, тяжело на это все смотреть. Блин, вот эти слова, дальше и дальше. Годами, годами, тяжело смотреть. Это о чем говорит? Вот смотришь на все происходящее, на всех недовольных, на всех желчных людей. Да плохо нахер на них смотреть. ну они же постоянно везде же. Я не вижу их. Окружают. Я не вижу, у меня есть цель, блядь, у меня есть план, все, я вижу только хорошее, да, мне некогда на эту херу не смотреть, блядь. Я бру туда, мне там по кайфу, блин, пришел, а сняли видос, блин, кайф. Нет, это понятно, это классно, но ты все равно же в реальном мире живешь, где ты, блин, услугах, там, пользуйся чем-то, и ты видишь, как тебе это вот желчь, там, это, да, это вот все, негатив весь этот, блин, тебе, зачем вы так, блин, вот это, тоже, наверное, для эфира это больше так, что вот я. Да бы нет, почему, это реальная жизнь. Элементарно, блин, в магазин заходишь, и вот она недовольна, я что-то спрашиваю, вроде там, поулыбаешься. Ну как она может довольна, она сидит на эту зарплату копеечную, вы там, она уже задолбалась. Ну не я же заставил ее там идти, и там работать. Да пофигу. Она говорит, пусть выдаст все, нахрен ее ввязываться в ее эмоциональное состояние, привязываться к ней не надо, конечно, мы туда провалимся. Это ее жизнь, она и выбрала, пусть она пропикает, что-то там проговорит, молодец, отлично все, да-да-да, хорошо. Вот еще, да, важный момент такой, как это все проходить, как это все фильтровать. Не зацепляться. Не зацепляться. Она хочет зацепиться, и она подпитаться тем же говном. Ну вот даже не про этот случай конкретно, а вот больше, вот как вообще в целом не реагировать на все, как абстрагироваться от этого. Это же тяжело, мы же все живем, мы же все пользуемся разными там услугами, товарами, и мы там постоянно с кем-то видимся, общаемся, как это все правильно фильтровать. Это легко. После пяти дней я смотрю на человека, вот как пять дней на нем занимаемся, ему пофиг на все. Ну не может этот пофигизм перерасти что-то больше, и вообще типа на все забить вообще нахер в жизни. На все на что? Ну на все важное тоже. Не, на важное нет. Важное дает энергию, все положительное дает энергию. На этом надо фокусироваться, нахрен это шуша. Ненужное. Есть шкала, да, допустим, вот мы с утра встали, настроение, с кем-то поговорили, опа, упали, да, эмоционально. Да. А нахрен надо? Что-то поднимает, что поднимает? Фокусируемся. А, вот это поднимает, вот здесь я буду лучше. И по шкале смотрим, что нас проваливает, что нас поднимает вверх. Это прям можно весь день разобрать тогда. Конечно. Человеком поговорил, провалился, чувствуешь эмоционально провалился. Нахер надо? Прям вспомнить свой весь день, его прям, типа, прописать. Не надо его вспоминать, прописать, ничего не надо. Просто анализировать в течение дня. Вот с человеком поговорили, он дал энергию или нет? И опять же, вот эта косирша, да, она же хочет зацепиться, и чтоб ты туда провалился, к ней. А ты не цепляешься. Ну ладно, хорошо, там не будет. Даже не косирша, есть люди такие даже, которые прям, проваливаются, ну таких уже людей нет у меня, я избавился. Это просто жесть, они прям вот реально, они всасывают, прям напряжение очень сильно дает. Я понимаю, что это очень тяжелые люди, очень. Да. У меня друг тоже в такой политике был, ну он и есть сейчас, что он всегда говорил, нужно легко отказываться от людей ненужных. Просто легко, который вот не, вообще пофиг, типа, ну если он тебе, тебя не двинец, ты просто шлешь нахер и говоришь, все, пока, и все. Ну да. Да, это прям такое. Я, я начал такое практиковать, тоже по своему опыту скажу, что в каком-то моменте я начал очень сильно фильтровать несколько лет назад. Прямо фильтровал жестко, лучше становилось. Мозгами? Ну да, людей, тех, тех, которые мне... Надо душой почувствовать. Я вот по кайфу? мозгами нет, да, я вот тоже чувствую, что, блин, вот много негатива, много там отрицательных моментов. Постоянно, вот есть такие, которые вот постоянно все плохо, все плохо, все плохо. И вот это слово, слушаешь, 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 и потом ты, блин, ты даже проваливаешься. Все, ну так, стоп, нет, что-то вообще все. Даже видеться лишний раз уже не хотелось. Все, я сейчас занят, все, там, я не могу. И все, вот так вот потихонечку я их сплавлял. Сейчас проверим, есть ли страхи, тревоги? У кого? У меня? Угу. Ну, мне кажется, мне кажется, ну, страхи у всех есть, как нет страха? Сейчас проверим, насколько все тяжело. А, давайте. Вдох глубокий, выдох. Ну, в идеале лучше носом. Полный выдох. Носом вдыхаем, ртом спокойно выдыхаем. Сейчас третий раз идет. Вот на третий раз вдох, полный выдох через рот, полный выдох, есть? Сколько секунд сможешь удержать дыхание? 22 секунды. Да. Что это значит? Это мало? Много. Много? Надо минуту держать. Если я... Кажется, блин, почему тут дыхание, почему тут... Если минуту продержу, значит, у меня нет, типа, страхов. Ну, это уже хорошо. А минималка сколько? Есть человек 5 секунд, 10, и вообще привет. Есть такие, это просто жесть. 15 секунд, все, привет. Интересно. То есть, если меньше минуты, то, короче, чем ближе к нулю, тем больше страхов, переживания, депрессняк. Это одно из упражнений, которые я сразу тестирую. Есть много разных упражнений. Я делаю тест человеку и смотрю, в каком он состоянии примерно. Это можно в любой момент себя так, да, типа, тестировать? Плодцов, можно сказать, нет страха, да? Ну, по сути, да. Я тоже об этом... потому что я делаю это упражнение, другое, третье, пятое, и потом это все в комплексе собираю. Это уже картинка. Это одно из. Просто. Элементарная диагностика, которая дает много показателей, которой не надо там не ходить никакие там анализы сдавать, еще что-то есть. По ногтям много, что можно сказать. Да? А что можно сказать по ногтям? Ну, есть вот этот полмесяца, да? Да. Сколько запас энергии там и так далее. Ну, вот эти лунные. Да. На каком пальце они? Форма ногтя. Допустим, мы вот, он определенный цвет имеет, да, вот ноготь? Да. Нажимаем, он становится белым. Да, есть. Отпускаем. Как быстро происходит наполнение? То есть, вязкая кровь. Моментально. Да? Вязкая кровь или густая, тоже можно определить. Да. Насколько это быстро и так далее. Ну, вот, это голова, допустим, да, связана больше с головой, этот палец. Да. Мизинистом, допустим, с сердцем связанный. Ну, как бы по ушам, по глазам, по языку, все можно сразу сказать. Если белый налет, понятно, на паразиты, ну, и так далее. То есть, сканер сразу. То есть, сначала идет, перед курсом идет полностью диагностика, да? Я уже на автомате это считываю с человека сразу. Как он говорит, скорая встреча, интонация, посыл и так далее. Насколько он уставший, потухший и так далее. Может, он просто экономит энергию. Для чего? Потому что ее мало. И так далее. Есть такие батарейки, да, которые прям вот, они просто вот экономят, но не стреляют. Ну, экономят, потому что, это, энергии мало. Пусть лучше побудет, пусть если где-то там, на терный день оставлю, и так мало. Не знаю, где брали усилия. А есть, которые прям вообще, прям бешеные псы, вот они прям, вау, прям курсы метают. Их надо чуть под этот, или... Бешеная энергия, и не знает человек, что с этим делать. Он начинает вообще не туда прыгать. И ее направлено, да, да, в точку. Ну, допустим, взять кастрюлю, пар, да, она кипит. Поднесли мы, ну, не обожгемся. Если чай не кипит, ну, мы обожгемся. Вот когда мы направляем вот эту энергию в точку, куда нам надо, в свою цель, в свою сферу, там взлет происходит. Такой момент. Понял, понял. Ну, и будем заканчивать, наверное, скажите что-нибудь о последок зрителям. Я думаю, может быть, кто-то захочет что-то изменить, потому что такие вопросы всегда возникают. А где, куда обратиться, если будет какой-то курс, мы тогда ссылку оставим, да? Да, обязательно. Как он появится, ссылку тогда оставим под этим именно видео. И пишите свои комментарии, вопросы, что вас беспокоит, но это будем разбирать именно ваше, более точечно. Это же для вас видео пишется. Да. Оставлю на еще ссылки инстаграм, ютуб-каналы, все Анатолия, которые есть, и перейдете, посмотрите, там есть упражнения полезные, есть много чего почерпнуть, там еще же, еще остались видосы, те, которые... Видосы в инстаграме остались, в ютубе много что позакрывал, сейчас я там практически ничего не вещаю, иногда так в инстаграм захожу, пока только у меня сейчас сарафан больше не вещаю, хотя, может, начну опять, не знаю, посмотрим. Окей, окей. Потому что у меня был один день, да как-то с утра так думаю, нужно ли, не нужно, когда вот это выгорание у меня было, когда вот эти вот халявщики в основном, да, крутились, такое выгорание, думаю, нужно, не нужно, и мне за день пять человек случайно образовалось, которые там одна риэлторша, там, ну, надо было поговорить с ней, и что-то разговаривались, ну, я говорю, ну, я вот, 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 тибетская медицина, упражнения, она такая сидит, чем больше я говорю, тем больше она в ахере. Почему вы не вещаете? Кто-то, может быть, ищет это, ему это надо, а вы закрылись. Вот так же нельзя. И вот таких пять человек в течение дня вот такие мне подсказки начали приходить. Я думаю, блин, ну, наверное, надо вещать, но как-то по-другому, я стал по-другому. То есть человек платит, он оценит, я им занимаюсь. Кому очень нужно? А, вот это шуша. Согласен, согласен. Звучит, может быть, даже где-то грубовато, но это правда. Даже взять, вот, да, там, Ютуб, сколько полно бесплатной информации, просто тонны. Но от этого... Есть информация, а есть знания, которые могут дать результат. Но даже взять, вот, информация, да, чтобы обучиться какому-то навыку, полно же, полно просто, столько, блин, профессий, люди обучают, рассказывают. Что-то я не вижу, чтобы наш мир лучше становился образованнее. Все как было, так и есть. Никому это не надо. Когда все в бесплатном доступе, у нас отношение к нему такое, что, что-то здесь какой-то подвох, что-то здесь не то, что-то, что-то он так, блин, раздает это все, блин, бесплатно. По сути, человек просто делится. А я и, я же говорю, бесплатно всегда не ценят. Бесплатно это всегда выглядит, как будто бы это бесполезная информация. но по сути, сейчас можно любой профессии, любому виду деятельности, бизнеса обучиться в интернете. Просто столько блогов, столько статей, столько, блин, ютуба выпусков. Там люди делятся, как там, не знаю, построить дом, там, не знаю, да, блин, чего угодно просто. Вот все есть. Психология и астрология даже есть. Все есть. Ну, все не надо. Бери, не хочу. Ну, я имею в виду, выбери свое и просто оттачивай. Научись, получи информацию и оттачивай свое мастерство. Но что-то это не работает. Бесплатно всегда у нас так приморозилось в мозгу, что бесплатный сыр только в мышеловке. Вот бесплатно, значит, это бесполезно. А по сути, ну... Надо заниматься своим делом, быть спецом своего и не лезть везде. Это, ну, невозможно все знать. Не знаю, что им нужно. Я себе вот поставил как бы, ну, такую задачу, как можно больше прожить качественных дней. Именно качественных. Не вот эта вот работа, а вот в кайф. Жизнь в игрушку превратить. Жизнь, она вот так пролетает быстро очень. И смысл... Все равно все вдохну. Очень сильно, потому что просто вот мне уже просто бах и 34, блядь. Просто 34, блядь. Вот было вот... Позавчера было 27, я кайфовал. Молодой. А сейчас 34. Мне тоже. Щелк, уже полтинник. Просто жесть. А после 30 уже все идет типа на закат уже вроде бы как. Ну, это так говорят, да? И начинают все так настраивать. Да, да, да. Нет, я к тому, что все равно организм уже работает не как в молодости. Это метаболизм, там, тело, все там, да? Ну, то есть, надо за этим уже как раз-таки начинать, задумываться, смотреть. за телом следить. Да. Она нормально будет работать. А кто у нас следит за телом? Спортсмены, фитнес-тренеры. Да, не убивая спорт, уничтожая человека, блин. А чем фитнес, такой спорт? Целенаправленный износ организма этот спорт. Ну, это понятно, да. Большие нагрузки. Сам как тренер, да, говорю такое. Большие нагрузки, да, все-таки больше про... На износ. Уничтожение, да. У меня-то другие упражнения. Суставы, мышцы. Как энергетику пробить, как все, там все по-другому работает. Но вы же все равно есть тоже какие-то силовые, не силовые, а вот... Короче, я скажу так. Человек, допустим, если нету тонуса, энергии, он придет вот, ну, на любой спорт. Что он там? Он не сможет ничего сделать. Он вот такой. Ко мне приходит человек, вот когда я тренировал в спортзал, он выходит энергично, он приходит уставший, выходит с энергией. Это же говорит о чем-то. Да. Вот и разница. Обычно после зала мы такие все, я вот помню, такой уставший весь, вот до кровати, блин, дойти. Да, да, да. А тут все упражнения направлены на то, чтобы снять вот эти блоки энергетические и вот запуститься. Не, ну, по сути, у вас же не делают никакие силовые упражнения, чтобы устать. Там-то усталость-то понятно, почему. Ты просто делаешь, как обезьяна, одни и те же движения на тяжести и у тебя все, у тебя не мозг, да, не подключается, ничего не работает, ты просто тупо вот и делаешь, делаешь, делаешь и все, то есть, и как обезьяна потом такая, блин, уставшая. А у вас чуть другое же, у вас больше про энергетику, про... Конечно, другое, там, системе более 2000 лет, там настолько все продумано, каждое движение, да, ну, блин. Настолько 2000 лет, настолько она древняя. Да, она передавалась. А кто сейчас из вообще топов считается в этой системе, что вот он прям какого-то блин достиг вот прям самого высшего уровня, самой высшей ступени. Есть такие какие-то вот мастера, сенсей, которые прям вот вышка-вышка? Не знаю. Не видел. Да? Все думают, что там стучать мячик, это все, это как бы вот. Мне кажется, мне надо тоже будет как-нибудь, когда соберете эту группу, наверное, попробую себя тоже в этом. Очень хочется, потому что я наслышан, я видел людей, я общался с теми людьми, когда мы еще там в зале были. Я видел их состояние, я видел их там, их возраст видел даже, который... Анзор? Нет, еще. Вова, старший? Да, Вова, Вова. Да, Вова вообще пришел деревянный, он в душе не мог мыться, у него в руки вот. Да. У него гибкости не было. Я помню, мы когда еще пришли туда к вам в зал, он там что-то бегал, свиял там, что-то там туда-сюда, делает такое, старенький такой, что-то туда-сюда, вот там, ну вообще прям все на позитиве, все на каком-то вайбе, все как-то движется, все двигается, активность там такая вообще бешеная была. Ну блин, это же жалко, вот я не знаю, может быть зал откроем еще раз. Нет, это уже все пройдено. Это уже не то. Вот Анзор пришел, он был 115 килограмм, в трех метрах стоять невозможно с ним было. Воняло от него, кислятиной, настолько зашлакованный был. И вот он сейчас 95 килограмм, подтянутый, никаких запахов, ничего нет, то очищение произошло, и все. Вес больше не набирается, он себя в тонусе держит, и все. Ну позволяет себе что-то там съесть такое, ну говорит, вес не набирается. Обмен сейчас поменялся. Он говорит, я не мог понять, как вообще это возможно. Поменять обмен веществ. Тем более в 50 лет там, ты же видишь результат. Ну да, говорит. Результат есть. А не скучно так вообще жить? Как? Ну вот в полном осознании всего. Когда вокруг очень много дурачков. Ты когда начинаешь эмоционально, психологически вообще, ну расти, как личность, видеть по-другому это все, ну да, такое ощущение, все дебилы. Ты что, зачем ты это говоришь? Человек не понимает, что он делает и для чего. Он просто на автомате делает, а ему начинает сейчас говорить, вот ты сейчас это сказал для чего? Ты сейчас это сделал для чего? Чтобы что? И все, и пауза. Вот даже этот, приходил на тренировку, Паша, ну сам взрослый, занимается, и привел мелкого, сколько ему там, 5-7 лет было. Он вечно подбегает, а можно то? А можно это? А можно это? И вот очередной раз, он побегает, я говорю, а давай ты сейчас сам подумаешь, можно это делать или нет? Первый раз ему такой вопрос задали, он привык, что за него все, это будешь делать, вот так, вот так, ты что делаешь? Пусть сам думает, что ему делать, для чего, пусть ошибается и так далее. Вот такое воспитание, неосознанное, неправильное. Ну тоже, наверное, больше, больше хотят уберечь детей, наверное, от всяких проблем, чтобы они не лишние, не влазили, да, если он где-то... А потом он идет в жизнь, вот такое. И вообще никуда не влазит. И ничего не может, всего боится, ничего не знает, ничего не умеет. Вроде бы, как они хотели уберечь, а в итоге уберели настолько, что прям вообще через чур, что даже... Человек, когда в невеселомости находится, космонавты, они же никакие прилетают, нет нагрузки. И тут так же, должен ошибаться, обжигаться обо что-то. Что-то, ну понятно, в рамках допустимого, да? Где-то надо объяснить. Ты понимаешь, что если ты вот это сделаешь, может произойти вот это. Чтобы он сам свои мозги развивал, что можно, что хорошо, что плохо. Сейчас дети все, доступ везде есть, порнуху, и что они могут, все что угодно смотреть. Просто надо объяснить, что это, для чего, и к чему это приведет. Насколько это нужно, что правильно, чтобы сам понимал, и он понимает, да, мне это не надо все. Мне вот это надо. Осознанность, чтобы было. Ну, опять-таки, он идет потом в школу, а всем надо не то, а вот это, и он потом начинает опять-таки с ними вестись, и опять начинает вот это все влияние заходить. Да, к сожалению, это потому, что в их же возрасте еще тяжелее, да, наверное, это все контролировать. У них же соблазнов больше гораздо, чем, наверное, у них же больше свободы, наверное, больше соблазнов податься, потому что... Ну, вот они и пробуют всякую, курят там, и все что угодно делают, все щупают. Кто-то выходит, кто-то нет. Ну, покажись. Понял, понял. Ладно, будем завершать, я думаю, на этом хватит. Ну, да, а то еще понравится. Да, и этот... Вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Короче, дайте обратную связь в виде лайка, комментария. Не, я бы хотел увидеть, на самом деле, в комментариях вот какие-то вопросы интересные, чтобы потом мы в следующем подкасте это разобрали. Да, 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 вот, у кого есть какая-то, может быть, проблема, может быть, кто-то нуждается в каком-то наставлении совета, пусть он напишет это в комментариях, или как он справился с той или иной задачей, да, или проблемой. Просто напишите свое мнение, впечатление о данном выпуске и приветствуется любой вообще, как положительный, так отрицательный, хоть хейт, вообще ради бога, пишите, что хотите. Да, всем спасибо. Было ли полезно это видео, да, интересно было бы услышать от вас. Да, все. Все.